Запилил небольшой курс про мессенджер элемент под матрикс. Всем, кто мне доверяет, посмотрите, я в восторге. От элемент, естественно, а не от курса. Столкнулся с элемент лишь недавно и понял, что все. Я вроде нашел свой мессенджер, который так долго искал. Кстати, рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Вот так выглядит это чудо техники. Выглядит скромненько, но это пустой мессенджер. Тестовый, без чатов. Элемент бесплатный, кроссплатформенный. Есть, по-моему, подо все. Вот приложение под винду. Второй мой аккаунт. Ну и сразу бросается в глаза сообщение, что шифрование включено. Включено оно тут по умолчанию. Значит, тут у нас есть чаты один на один. Комнаты. Ну это аналог каналов Rocket Chat, Slack и так далее. И есть пространство. Это аналог серверов Rocket Chat или Discord. Достаточно много настроек, но они не мешают, а помогают. Ну и есть возможность позвонить и совершить видеозвонок. В том числе групповой. Ну а так выглядит мобильное приложение под Android. Собственно, откуда в восторге? В первую очередь от Матрикс, который лежит в основе элементов. То есть как от реализации, так и от идеи. Во-вторых, из-за акцента на безопасности и конфиденциальности. Вроде как ходят слухи, причем проверенные, что немецкий бундесвер полностью перешел на Матрикс. И Франция обязала госорганы переходить на этот протокол именно из соображений безопасности. Элемент в данном случае является лишь оболочкой, ну правильнее сказать, клиентом для этого протокола. Но очень удачным клиентом. Его, собственно, и называют эталоном в реализации Матрикс. Что такое Матрикс? Ну кроме собственно знаменитого фильма, который рассказывает нам, как устроен мир. Это сравнительно недавно появившийся протокол мгновенного обмена сообщениями с поддержкой видео и голосовых чатов. Чтобы понять, что такое Матрикс, задайте себе вопрос. Чем, скажем, Телеграмм отличается от электронной почты? Ответ на этот вопрос я дам во втором уроке и там же чуть подробнее расскажу про Матрикс. Но я думаю, вы уже догадались. А мы пока установим элемент. Ну вернее не установим, а создадим аккаунт. Здесь можно выбрать сервер. Расскажу об этом во втором уроке. Опять же подсказка по поводу отличия от Телеграмма. Оставим Матрикс Орг. От добра добра не ищут. Имя пользователя и пароль. Данный сервер требует адрес. Можно, наверное, найти те, что не требуют. Но, в принципе, это самая малая жертва анонимности. Можно завести какой-нибудь, используя все известные приемы заметания следов. В принципе, он, по-моему, больше нигде не понадобится. Это я для тех, кому нужна максимальная анонимность. Но мне она не нужна. Тут, в общем, не важно. И все. Вот так выглядит версия под браузер. Тут у нас настройки. В общих можно изменить отображаемое имя. У вас есть постоянный неизменный ник. И отображаемое имя. И можно поменять аватар. На этом пока все. По пространству мы будем проходить в ближайших уроках. А сейчас добавим кого-то для общения. Собственно, самый удобный и, я бы сказал, единственный способ добавить человека — это знать его ник. Опять же, проводя аналогию с электронной почтой, вы не можете написать человеку, если не знаете его адрес. Хотя тут есть поиск и всякие разные варианты. Но лучше знать ник. Который начинается с собаки. Собственно, ник и имя сервера через двоеточие. Писать целиком, иначе не найдет. Вот. Нашел. Начинаем общение. Шифрование включено по умолчанию. Об этом я уже говорил. Человек должен принять приглашение. Давайте покажу, как это происходит на мобильном устройстве. Это приложение под Android. Появляется уведомление, что кто-то приглашает вас к общению. Вы принимаете приглашение и, собственно, начинайте общаться в зашифрованном чате без каких бы то ни было дополнительных действий. И в принципе на этом можно было бы остановиться. У вас есть защищенный мессенджер, который использует Бундесвера и правительство Франции. Есть чат один на один, есть групповые чаты. Зачем нужен курс? Элемент прекрасен тем, что он прост, если вам нужен ограниченный функционал и сложен, если вам нужен крутой корпоративный мессенджер. Так что есть о чем рассказать. Поверьте.